здравствуйте компания сэртокерсон хоть хотим показать вам что изменилось новом телефоне ландрова 8 теперь называется ландрова 8 плюс производства альпс авось это же самое что это 8 первое изменение которое есть в этом телефоне это коробочка раньше коробочка у нас была с опознавательными знаками спереди теперь их нет что касается по корпусу то особых изменений нету все то же самое три цвета тот же самый корпус но есть изменения в качестве дисплея первое которое я заметил это дисплей болты батарейку не увеличили болты те же тарика как было 3000 миллиампер такие есть то есть изменений нет но сам дисплей дисплей стал более качественный более яркий то что раньше было с подсветкой с одной стороны теперь можно сказать что здесь есть что-то подобие ps конечно это же не ps но подсветка дисплея лучше то есть качество само дисплея выше камера камера та же изменений нет но самое главное что появились датчики появились новые датчики которых не было это датчик тяжести датчик магнита то есть компас а также появился датчик давления кроме того есть определенная программа вы можете и свои ставить здесь на самом устройстве может быть программу можно поставить программу компаса сейчас я здесь нету с посмотрим если зелененько а и и Продолжение следует... Как видите, в стандарте не идет эта программа, но на один из них мы поставили. Сейчас я вам покажу. Вот специально поставили на этот телефончик программу, чтобы посмотреть, что внутри. А также посмотреть, как работает компас, как работают дополнительные функции. Android Ассистант. Одна из простейших программ, которая расскажет нам о телефоне. Модель называется Alps 8. Android 4.2.2. Разрешение 800 на 480. Поддержка GSM-сетей. Двухъядерный процессор. 468,69 мегабайт оперативки. Это 512. ROM 1.27 и накопитель 1.24. То есть 4 гига встроенной памяти считается. Поддерживает Bluetooth, Wi-Fi, GPS, обои, микрофон. Ну понятно, еще в микрофоне поддерживал. Датчик поворота. Нету датчика силы и тяжести. Гироскопа. Есть датчик освещенности. Нету датчика ускорения. Есть датчик магнитного поля. Датчик ориентации. Датчик давления. И датчик приближения. Вектора вращения нет. И температурный датчик его нет. То есть вот такие вот элементы здесь появились. Вот смотрим. Altimeter. Как им пользоваться? Хрен его знает. Не знаю, что-то не получается. Попробуем компас. Компас показывает. Компас работает. Четко. Вот он возвращается. Если так поворачиваем. Так ставим. Не знаю, что-то... Раз, раз, раз. Ладно. Ну, ладно. Продолжение следует...